Итак, давайте разберём сегодня один момент, который у нас в комментариях всплыл, и очень серьёзная тема, видимо. Очередной вопрос, по каким учебникам учиться, и почему мы выбрали, ну не мы, а так получилось, мы выбрали Камянов, и вообще какие учебники есть. Об этом говорено, переговорено очень много всего. К сожалению, я не успела выложить тот обзор, который хотела, потому что я перебрала все. И я сейчас даже говорю не просто за всю свою жизнь, сколько я их видела, этих учебников, которые очень старинные, по-классические, которые из новых коммуникативов. Но я потом вот буквально недавно, осенью или в январе, я перебрала ещё все-все, прям вот вообще все, просто ферлак, открывала все издательства, пересматривала, выписывала, хотела сделать обзор. А я ещё с 2012 года, 2012-2013 года, я люблю ревью делать на учебнике, правда тогда ещё некуда было их выкладывать, чисто вот так вот для своих. Потому что когда я увидела, что покупают люди, у меня просто я была в шоке. Я не специальный критик, я не какой-то проф, там именно критик, критик, редактор, нет. Вот. Но я с детства, когда я искала учебник, когда могла себе его позволить, это не с детства, это было уже сильно позже, я всегда смотрела на такую вещь. Первое, открывала начало учебника в любом языке, до которого могла дотянуться. В детстве ни к чему нельзя там было дотянуться, были 90, была тяжёлая ситуация, и для об этом я могу говорить долго, но сейчас не время. Для этого когда-нибудь более подробно расскажу. Только ближе к 20 годам, когда я уже в Харьков поехала учиться, и там у нас есть балка, шикарный рынок книжный, там можно ходить, листать, и даже если это стоило буквально всю мою стипендию или её половину, я обязательно что-то находила классное. Потом я узнавала что-то реально классное, самый-самый-самый, там ведущий учебник, редкостный какой-то, редкий. А я его просто выбирала визуально, полистала, открывала по абсолютно банальным, для меня оказавшимся простым критериям. Потом я, опять же, годы спустя, когда я преподавала уже, я искренне удивлялась, как люди не видят, почему не покупают вот что попало. А критерии у меня были очень простые. Я самоучка во всех языках, их более десятка, точно, постоянно меняется, не пересчитывала. И вообще очень сложный вопрос, а что такое знать язык? Знать, учить, понимать, читать или говорить на нём? Это вообще, это дефиниция неопределяемая, на каком уровне. Ну, в общем, вы меня поняли. Но так или иначе, я где-то около, ну вот у меня, сейчас покажу вам по кузре, интересует меня примерно 30-33 языка интересных, которые мне бы интересны были. Да, более десятка я именно учила, либо учу, либо читаю на них, либо понимаю. Штук 5-6 у меня прям до уровня там С, С2, да, С1, да, догнаны из основных таких. Я к чему? Я всё это учила сама, и я сама всё по книжкам учила. Не было в 90-х, в нулевых, никаких интернетов, мобильных телефонов и всего прочего для тех, кто не в курсе. И поэтому, когда я искала материалы, хоть что-то, да, это могло быть старый-старый богом забытый учебник коммунистической советской партии, партайгеноса и прочее для обычной средней школы в архиве школьном. Потому что у нас с преподавателями была беда иностранных язык в школе, особенно в сельской, богом забытом месте, вы, ну, днём с огнём не сыщите. Хорошо, если там хоть в какой-то год, там хоть на полгода к нам приезжал какой-то учитель там немецкого, да, других вообще не было, естественно, языкове не могло быть. Английский я просто с нуля сама и все остальные тоже, да, немецкий, моя бабушка, которая пережила оккупацию, войну гестапо, и всё, она просто алфавит, мне было ещё лет 7 или 6, латинский алфавит мне написала, я его визуально заучила, всё потом, и всё, она не говорила немецком, хоть она его когда-то учила тоже в школе, и сама была учителем младших классов, но в немецком моей семье никто не владел, и другим языком вообще никто ничем не владел. Да, вот такая я вот одна серая чёрная овечка, которая случайно какое-то отклонение там в геноме. Угу, получилось. Я к чему? Опять же, как я выбирала? Я пытаюсь объяснить мой бэкграунд, почему я выбирала именно так учебник интуитивно, как я научилась это делать, и почему я удивлялась и до сих пор удивляюсь, что у людей действительно, ну, как, такой проблема. Тогда была проблема, их просто было мало, и они как бы уже были рынком отобраны, да, можно сказать. Сейчас у всех обратная проблема. Их слишком много, вы тонете в потоках информации, вы пытаетесь искать один начинать, другой бросать, или кажется, что вот ещё чуть-чуть я найду именно тот учебник. Нет, не найдёте. Во-первых, они уже полностью все собраны у меня, были в Глок и Кузыри ВКонтакте, потом я самое-самое действительно перенесла в Гет-курс. А по-хорошему, вот я сейчас хочу вам его открыть, показать для тех, кто не видел, а по-хорошему, их должно быть реально всего штук пять на вашей полке. Вот по тем критериям, которым говорила, да, отечественного автора, который база, диалоги какие-то, что-то типа там за 30 дней, я 7 миль, там, Пимслер, да, это обязательно какой-то коммуникатив, если до него можно было дотянуться, тогда не очень, тогда только первый хедвай появился, и то я не по нему, естественно, учила английский, иначе я бы английский не выучила. Вот. И у нас Аракин был, да, во всех тогда вузах был Аракин, а так как я в вуз не могла попасть, я вообще-то инженер-энергетик по первому образованию. По второму уже я пошла на английский, просто уже всё знаю, уже преподавая, просто чтобы получить какую-то курочку, да, и по третьему в Вене, там сразу на пяти факультетах языковых, да, и... Ну, в общем, что вы должны понять из моего бэкграунда? Во-первых, что я одновременно и математик, да, и гуманитарий, у меня то, что называется проклятие двухполушарных людей, да, двухполушарных. Я и математический подход использую, и гуманитарный, то есть разогнанная память, разогнанная память на слова, на тексты, на вычетки текстов, на внимание каждой заколючки, почему вот буквально по первым двум постам или ответам я уже примерно представляю профиль человека, по тому, как он пишет, какие слова использует, да, где у него ошибки, если не вообще у него... Ну, это только по письменной речи, про устную, про визуальную, тоже молчу, да, с опытом работы более 20 лет с людьми, и когда психология, по сути, моя, чуть ли не четвёртое моё образование, только без корочки, то опыт есть, то есть в это вы, как бы, вас убеждать больше не нужно, да. У нас сегодня режим подкаста получится, видимо, такой разговорный жанр, вот его можно будет послушать, и где-нибудь будете ехать, не обязательно его смотреть, а вот с некоторого момента надо будет уже смотреть, сейчас вам буду открывать учебники, показывать. Так вот, взволновала, как бы, у всех нас эта тема опять. Много-много раз я отвечала на это, но я поняла, здесь просто голосом уже не ответишь, а кто не знает, в Телеграме, в комментах добавляйтесь там, я не знаю, вы видите эту группу или нет, вот она как бы... Я как хозяин группы, да, я вижу и Куздр Скул, и вижу Куздр Скул там, где вот эти все наши комменты, да, вот эти все комментарии ваши, и я её подряд могу смотреть, перечитывать. У вас это так же отображается или нет? Или вам надо в каждый комментарий заходить, смотреть? Вот тут надо посмотреть, как-то с другого телефона зайти. Ну ладно, суть в том, что там очень много полезной информации, потому что когда у меня есть хотя бы пять минут свободных, когда я ухожу в Берёзы гулять там, да, или уйти в Берёзы, это стало уже пословицей, да, уйти подумать, пешком погулять. Я стараюсь ответить, если сильного ветра нет, и наушники у меня подходят для голосовых сообщений, то есть 3-4 минуты с моей скоростью речь, я могу там целое вам написать, даже не эссе, а целую статью накатать, целую методичку, да. Писать же, буковками тыкать, извините, это очень сложно, и в транспорте я вообще не могу, у меня моментально, через 30 секунд мне тошнит, если я пытаюсь что-то читать, я только слушаю в транспорте. Того же Пимслера, вот сейчас вот я французский переслушиваю, а да, кстати, весь февраль у меня занял именно Пимслер, кто видел в гид-курсе по всем языкам Пимслера, кроме самых редких, типа Олбанского какого-нибудь там, да, и они у нас всё-всё-всё собрано. Я буду прыгать с темы на тему, да, не пугайтесь, но сейчас вернёмся к главной теме сегодняшнего подкаста. Так вот, я о чём, что, да, что в транспорте лучше слушать, и вам того же советую, и что отвечать я не могу, естественно, если я еду куда-то, хоть я и редко выезжаю, потому что некогда, потому что я вот за последние два дня я просидела за партой по 10-12 часов в день, и больше всего болят колени и груднина, потому что из-за положения неправильного. Горло уже на третьем месте. Колени, потому что у меня стульчик такой, типа смарт-стул, на который надо опираться коленями. Ну, видимо, он не годится для длинных посиделок, это я уже давно поняла. Если будете выбирать себе стол, ну, для ребёнка нормально, подойдёт, если недолго сидеть. Ну, если долго, то, наверное, надо всё-таки кресло покупать. Вот, раз богатей куплю себе кресло. Вот, он, кстати, иногда скрипит. Вот, вот вы и можете слушать в динамике. Вот, сколько всего интересного и ненужного, вы узнали от меня. Да, ну, в это режим подкаста, да. Смотрите, возвращаясь к этой теме, и к чему я вела? Что я голосом могла ответить, я отвечаю, иногда печатаю, да. Но тут сложная тема, что голосом всего не покажешь. Не все люди у меня на гид-курсе, участники гид-курса нашего курса School Club, да, и не все видят, что там вообще с материалами. А это заняло полгода ежедневной работы. Я с первого сентября должна была уже продолжать, я себе решила, всё, вот с первого сентября я точно спотлать доделываю, камяновую дышливую. Ага, где там? Потом, ну, с первого января уж точно. А пока всё вот это вычищала, искала, искала материалы, искала сканы, покупала учебники, сканировала. Моя знакомая девочка их все вычищала, добавляла. И все-все, которые вообще в принципе только могут быть, ещё раз повторяю, за годы мои, сколько лет самообучения и обучения других, со всех материков, со всех моих путешествий, как я говорю, у меня не преподавание, а у меня как это, режим подкаста в режиме ой, ребята, садитесь, вам сейчас такое расскажу, такое расскажу, да, из опыта всех моих 50 стран более путешествий, за 20 лет опыта работы, из более 10 языков, выученных самостоятельно. Плюс, повторяю, я двуполушарная, да, то есть я и математический подход, и гуманитарный. И вот на стыке вот этого, там что-то у меня в мозгу рождается, иногда такие мысли, такие инсайты, те, кто меня слышит, по видео, вот буквально у нас лакцион 6 затянулся, почему так надолго? Ну там я много чего пришлось рассказывать, да, не так уж много я в сторону отходила, именно конкретно от немецкого. Я там про свою жизнь, про своего кота не рассказывала, только если в контексте в каком-то нужном. Это даётся специально, опять же, кто говорит, у вас там иногда долго. Я даю вам эти 10, 15, 30 секунд, чтобы ваш мозг усвоил это слово. Я вам какую-то историю расскажу из путешествий с Испанией, с Австрией, там еще откуда-нибудь, где это слово видела, где это встречалось оно мне, в каком учебнике. И вы, пока мы это обсуждаем, вы запоминаете, понимаете? Там нет ничего случайного. Это для тех, кто считает, что я там что-то могу лишнего или нет, то сказать, поверьте, там всё отмерено, вымерено и рассчитано. Я рассказываю вам вот этот режим урока подкаста именно так, вот уже Камянову, как я веду урок живыми людьми, понимаете? А вы живые же люди, правильно? Просто я вас не вижу перед собой. Я имею в виду с учениками, которые сидят передо мной. Мы можем на такое уйти в сторону, но в результате почему-то получается, что это самый потом успешный ученик в классе, в школе или в универе. Мы сейчас поступили, девочку одну готовила на Вену, другую на Берн, на собеседование мы там тоже. Там работа психолога 90-95%. И немножечко 5-10% я капаю на мозг, именно что касается языка. И всегда за то, чтобы человек учился сам. Это переходим ко второму, там тоже поднятому важному вопросу, а как самого себя проверить? А вот так вот сам себя проверяется внимательностью. Если вы уже выбрали правильно учебник, и сейчас вернёмся к этому, как их выбирать. Мы остановились с вами мысленно на полках где-нибудь в каком-нибудь буквоеде книжном или в интернете. Вот вы смотрите, что же скачать, что купить потом. А второй момент, как потом по этому заниматься. Так вот, смотрите, первый момент, когда мы выбираем, возвращаясь к началу, собственно, с чего начинала. Основные критерии уже в конкретном учебнике вы смотрите. Если это для самообучения, да и не только для самообучения, там должна быть раздел фонетики. Хорошо, если он озвучен. А раньше даже не было озвучки, я кому-то писала потом в ответах про дешлевую. Ребята, говорю, у меня с испанским произношением всё хорошо. И не потому, что я где-то там жила, путешествовала, плавала в Испании 3-7 дней, мы были в Испании. Нет, не поэтому. А потому что я дешлевую от корки до корки и очень тщательно всегда читала первые вот эти вступительные главы, которые все пропускают. Если там глава эта есть, она туда была написана не для того, чтобы место занятий лишних деревьев срубить, бумагу перевести. Там очень подробно разжевывалось, пусть и терминами для кого-то сложными. Как, куда нужно язык, где лобиальные, палатальные. Ну, допустим, это можно было выкинуть. Ну, хотя бы банально, например, как читается какой звук, должен быть этот разбор. И в наших советских классических учебниках. А это, например, дешлевая в испанском, да, та же Карулина, там, Черданцев в итальянском. В немецком это вот Завьялова-Ильина, это там, ну, Ярцев там немножко по-другому уже. Это вот Камянова, вот такого уровня. Всегда есть какая-то вступительная фонетическая часть. В нормальном любом учебнике она должна быть. Если же вы открываете, и вы хотите только начать учить язык, а там сразу... Все уже написано, или, не дай бог, на французском, где вообще надо на фонетику только примерно 120 часов академических выделять. Невозможно там сразу взять и начать. Вот, кстати, Казакова, Попова-Казакова, да, сейчас вам тоже их покажу. Кто знает, тот на слух услышит. Так вот, там сразу огромный раздел только на фонетику. В Камяново это тоже есть, и мы это первым же делом озвучили, и в моей памятке мы первым же делом с этого начали. Это нормально, это правильный подход. Все, вы прошли этот этап, пролистали, значит, фонетика есть, вы увидели, что есть примеры. Есть примеры, в скобочках есть, на русском прям написано, пусть не International Fanatic Alphabet вам нафиг не нужен, а прям вот на русском, да, банальными буковками объяснено, как это читают. Отлично, подходит для самообучения. А если есть еще и аудиоприложения, тогда это огромная редкость была. Во-первых, не было монитофона, не было никаких кассетников, у меня не было, у многих людей тоже, никаких дисков и прочего, никаких компьютеров. Это появилось сильно позже, вот. А сейчас это банально все скачивается, все в телефоне, и вообще-то все онлайн, даже скачивать не надо. Или на такой вот ресурс какой-нибудь вот такой полоумной дурочки-энтузиастки типа меня, которая уже пять, уже семь лет жизни убивает на это дело, где все уже собрано, где просто открыл, нажал кнопочку и слушай дальше. И даже ничего скачивать, не надо, уже все за вас отобрано, да, уже все подогнано и подставлено. Но все равно почему-то оказывается, что у людей как бы проблемы все равно, вот эти всегда вечные терзания, а потом просто лень, а потом просто что-то еще перебило, и опять мы бросили язык, да. Вот, короче, вот вы посмотрели, в книжке есть раздел фонетики, да, идем дальше. Должны быть начинающие лекционы, уроки первые, с простого. Должен быть какой-то текст, маленький или маленький диалог. После него разбор всех слов в этом тексте, в этом этом, и объяснение всех грамматических моментов. Либо до текста, либо после, неважно. Главное, чтобы это было все в одном уроке. Хорошо, все текст-озвучка. Если нет, то простой язык, типа немецкого, испанского. Читаем сами, и не надо рассказывать. Ой, я не знаю, как это прочитать. Я тоже не знала, как это прочитать. Ничего, жива до сих пор, и, как видите, чуть других учу. Вы все доперете, все догоните, я вас верю. У вас есть Google, в отличие от меня, у вас есть телефоны со всеми озвученными, блин, словарями. Даже если вдруг в этом учебнике нету озвучки. Хотя сейчас такая редкость. Кстати, тут же испанский еще нуждин, да, наш знаменитый, тоже. Я еще тогда говорила, какое, слава богу, что он хотя бы написан нашими учителями, в смысле, нашим русским нуждин, да. Хоть там есть испанские авторы, это правильно, должна быть вычитка. Тогда ошибок не будет, да, должен быть носителем вычитываться текст. Вот там все поюнитно, и все прям вот эти слова этого конкретного урока. Конкретно все в столбик, мы все их смотрим, все разбираем, заучиваем все, все учим, все разбираем. Только потом переходим к следующему уроку. Вот это хороший учебник. Любой учебник, который, это Бонг в английском, это Камянова в немецком, Завьялова или Ина, да, это вот наш нуждин Дышлевая в испанском, Попова-Казакова в французском, и в итальянском там Петрова там еще, сейчас тоже все их покажу. Все у меня собрано, все это есть. Все перелопачено, переварено. Тысячи, тысячи, сотни тысяч рублей потрачено на самом деле, чтобы все собрать, то, чего нет в интернете, и дать одной девочке, чтобы она отсканировала и почистила. Вот это правильные учебники. Все разбито поюнитно. По содержанию вы видите, сколько там, какая грамматика поднимается. Обязательно смотрите, чтобы не было вот этих дебильных А1, А2, Б1, Б2. В советских учебниках мы, да, не было такой градации, мы не знали, что это. И когда писался самоучитель немецкого, самоучитель английского, по содержанию уже видно, там вся грамматика давалась в одном учебнике. Все времена, все обороты, все было. Конечно же, слово невозможно впихнуть туда. Конечно же, там не было той лексики, их ругают. Вот там не было лексик, там устаревшая лексика. Да вы, блин, это выучите. Знаете, сколько таких оливаров я читала, вот этих вот, простите, срач в комментариях, когда там про итальянский, про Гейнсберг, кстати, и уже, да, как классика считается, про это. Ой, там устаревшая, ой, в бонке там устаревшая. А вы прошли его насквозь? Вот мне этих людей хочется всегда спросить. Пройди его насквозь, приди ко мне, я тебя спрошу, я посмотрю на твой уровень. И пройди по коммуникативу, я тебе спрошу. Я посмотрю, ты сможешь банальное предложение перевести? Это переходим к третьему моменту, на что надо обращать внимание. В наших учебниках всегда есть переводные упражнения. Всегда, чуть ли уже даже с первого уже этого они есть. Может быть, не в удобном формате, может быть, чёрным на белом, да, вот так вот на серой даже бумаге, такие подряд слепленные. Потом они их там переформатировали, такие, как, например, Дышлевая, там она выпустила к нему целую рабочую такую большую тетрадь. Попова, Казакова, французские его место, арестательство переделали в шикарный, полноценный пятиуровневый курс, который у нас тоже есть полностью. Я, может быть, просто не все ещё сканы дозаливала, там у меня даже написано «очистить сканы», да, вот там некоторых сейчас, вот. Сейчас не хочу уже открывать отвлекаться, сейчас я мысли доведу, и будем смотреть по конкретным учебникам. И вот эти моменты, да, хорошо, и в конце обычно всегда есть ключи, почти, почти в каждом таком нормальном, да. Когда все жалуются, что Камянова нету, она лично ответила в эмейле одному моему знакомому, которого тоже преподаватель, как бы контакт, можно сказать, не проблема сейчас контакт найти преподавателя, Дышлевой можете в Испанию написать, и можете Камяновой написать. Она права в одном, да, что я сделаю вам ответ, и вы ни хрена думать головой не будете, вы будете лезть в ответы и пытаться подогнать под ответы, потому что очень многие люди, я вот тоже это вот отвечала людям в комментах, просто леняться, подумать своей головой и перечитать то, что вот у них выше на одну строчку написано, про детей вообще молчу, там у меня был просто шок, я когда-то просто уже, я прямым текстом говорила, ты дебил, кроме шуток, у меня нестандартный подход, ну в шутку, да, в смысле кроме шуток с вами, я говорю вам, что действительно такой вопрос могу задать, но все это шутливо, и у меня очень dry sense of humor, кто знает, Мимзи подтвердит, то есть очень саркастический юмор, если захочу добить человека, я его добью одним словом, в том смысле, когда он потрясающую глупость некоторую делает, ну например, я не знаю сейчас, ну вот пример, я уже не стала открывать сам учебник, например, раундап там с подростком, вот тут на сантиметр, вот тут стоит рамочка у него в учебнике, у него была хомбург такая, например, элементарная, to be, это I am, he is, you are, два сантиметра ниже, у него строчка пошла с упражнениями, надо вписать, как вы понимаете, что, I am a student, что мы пишем, все, что угодно, кроме am, у меня прямой вопрос, в шутку где-то, где-то мягко, где-то вот если хорошее чувство юмора у пацана, я могла резко сказать, ты понимаешь, ты малолетний дебил или кто, сразу гоблина вспоминаем, да, я прям объясняла, когда я шутила так с иностранными студентами, с нашими, ну иностранными, я говорю, ты не обижайся, сразу объясняла ему мем, говорю, что это мем, это чтобы ты понимал, да, хотя там очень высокий уровень у человека интеллекта, как это назвать, это какая должна быть невнимательность, что прочитав теорию, мы не можем вот это I am a student вставить в упражнения, или нам нужны ответы, или нам нужен преподаватель, кто бы это проверил, это утрированный пример, вы понимаете, да, но в большинстве случаев, не во всех, ну в процентов 90 случаев, если не 95, все, что вам дается в наших классических, да и не только в наших учебниках, уже разобрано вот здесь, что вам мешает перевернуть страничку, даже если вы уже на другой странице, и вернуться назад к правилу, еще раз его перечитать, почистить свои окончания, если это в немецком, проверить правильность согласования там чего-то времен, если это в английском, я даже микротестик такой разработала, это уже IQ, когда особенно маленькие дети, берешь IQ, вот у тебя кружочек, треугольник, вот так вот последовательность, да, и таких несколько раз, вот у тебя треугольник, кружочек, кружочек, да-да-да-да-да, а потом говорю, смотри, вот у тебя случай такой, вот у тебя вот так, вот так, и что-то там вот так, что пропущено? Если ребенок понимает, что там пропущен треугольничек, все хорошо, работать можно, он уже увидит АМ, и догадается, что АМ, и сам может без моих подсказок, без разборов, без всяких там каких-то лишних растеканий по древу, прочитав дома Homework, загляну в эту рамочку, подставить сюда правильно АМ. Но они же этого не делают, ребята, я это вижу в детях, я сейчас про взрослых даже молчу, это у них уже, слава богу, они взрослые, они этого не делают, они ленятся, причем настолько ленятся, и это вообще не связано с интеллектом, то есть малолетний дебил, это шутка, да, но они потом улыбаются, и понимают, что они действительно накосячили, и я все, что я с ними делаю, я месяцами занимаюсь, только чтобы повысить их внимательность, и у взрослых тоже есть такое, такое иногда сдают, присылают, говорю, ребята, а вы смотрели в оригинал, вот у вас с левой стороны у вас оригинал, а справа надо писать свое предложение, куда вы смотрели в этот момент, когда вы вот это вставляли, ой, я не знаю, ой, я отвлекся, или я быстро заполнял, или я не думал, правильно, ты не думал, а давай ты подумаешь, когда меня уже совсем доставали, а потом будешь присылать мне, присылаю, буду каждого вот так вот сидеть проверять, ладно, я проверю, но смысл домашки, смысл любого самостоятельного обучения, если вы полностью сами учитесь, там у вас все домашка, понимаете, домашка это то, когда у вас рядом никто не сидит, давайте в дефинициях разберемся, что такое домашка, домашняя работа, это дается что-то на закрепление обычно, на то, что уже разобрали, и надо просто это прописать, проработать, а так как вы сам себе репетитор, сам себе преподаватель, да, я за то, чтобы вы сами учились, потому что никогда вы так внимательно свой не разовьете, никогда вы свой интеллект так не разовьете, если он будет все время подсказывать, к сожалению, или к счастью, так вот, чтобы сделать правильно домашку, не надо рядом репетитора дорогостоящего, это опять же, возвращаясь там про детей, про тот же спотлайт вспоминаем, да, это школьный учебник английского, кто не знает, и, кстати, про ошибки в учебниках тоже подняли вопрос, что так вот много там в Камяновой, ну, немного, и не только у нее, я вот буквально вчера в Лекцион секс, мы с вами разбирали очень интересные моменты, да, я вам там еще говорила, что и у Тагиля были опечатки, я там поменяла в таблице, и у Клипун Клах, вообще там тоже загон был, я показала вам там, и у меня, я приводила смешной пример с Дэр Тохтер, да, когда я набирала десятипальцевым методом, Эр, мозг видит окончание Эр, машинально поставил мужской рот, или я просто копировала, я не помню, почему у меня Дэр Тохтер в каком-то старом вордбуке оказался, потом я пересматриваю, о, влепила не тот артикль, мы все люди, и даже с вычиткой текста, даже тот, кто вычитывает, иногда бывают ошибки, даже если это 15-е переиздание, вы думаете, кто-нибудь проверяет? Не всегда проверяют, ну, если кто-то специально не напишет, что у вас там такое, а в спотлайте столько косяков, боже, столько ошибок, это школьный учебник, по которому все занимаются, ну, там он-то коммуникатив, он в принципе не подходит для нашей школы, для наших деток, потому что ребенок не может дома открыть и посмотреть, почитать на русском, почему же мы туда это вставляем, а вы можете, у вас, почему я всегда говорю, что должен быть русский учебник, русскоязычного автора, классический, не просто так, я русский, я русский, по гражданству, поэтому могу писать учебники, нет, он должен быть по классическому, когда я говорю русский учебник, я имею в виду классический, форматирование, Вот такое, как я только что писала. Есть фонетика, есть каждый юнит, каждый урок раздельно начинается с какого-то текста, диалога. И эти тексты большие. Это не те две строчки, которые в коммуникативах. Там текста нету. Там пытаясь выцепить что-то, и только на B1, B2 можно нормальный текст найти. А вот A1, ну, A2, может быть, уже начинают появляться. Мне нечего вырезать бэдгягинги, чтобы вот просто человеку дать, когда мы уже прогоняем, например, вы уже на высоком более уровне, а мы прогоняем тогда, вот как по моей методике, коммуникативы, просто как пролистываем, как журналы. После какого-то базового учебника, типа той же Камяновой, вы эти журнальчики будете щелкать на раз. За один вечер вот я лежу, их пролистываю, когда слова какие-то искала. Когда знаешь уже язык, ты их читаешь реально как журнал. И там иногда какие-то интересные слова попадаются. У меня под каждый коммуникатив свой собственный список новых слов, каких-то интересных, которые я либо не знала, либо они мне показались интересными, их надо взять, использовать потом. Но это, возможно, такая легкость потом. Только когда вы базовый учебник какой-то пройдете. И тексты должны быть, и большие должны быть. Поэтому только вот этой советской классики, потом вот эти же учителя, которые дышлевая, они же не старые, это не Бонка, она умерла, она у меня целый пост был в ВКонтакте на эту тему, ну как недавно, несколько лет назад. По вот этой классической методике построения, поверьте моему опыту, в Вене, когда я поучилась, походила, посмотрела, и вообще мировые учебники, мировых авторств, издательств покопалась в них, по разным-разным языкам. У нас лучшая педагогическая методическая школа в Советском Союзе была иностранных языков. Только не надо говорить, а почему же тогда вы не разговаривали на языках, почему вас так учили? Вы не разговариваете на языке только потому, что вы не разговариваете на языке. Всё, надо что-то дополнять. Вам просто не с кем на нём говорить. У вас был то, что называется языковой барьер, туда поехали, там только там вас до этого не гоняли так, чтобы на устную тему. Был классический вот этот подход. Кто-то его называет грамматик, этический метод, грамматико-переводной. То, что я использую, это скорее вот, да, учебники, которые частично на это, вот грамматико-переводной метод, да, ну уже, конечно, вскраплениями всего остального, чего нам мир дал. И это сейчас у вас, простите, видео на YouTube, всё бесплатно, все аудио бесплатно, весь интернет завален. Вы тонете в этой информации, ещё раз говорю. Но базу вас должны вбить именно классическим грамматико-переводным методом. Но только переводить надо не с латинского на русский, не с немецкого на русский, а с русского на немецкий, с русского на английский. Только тогда вы будете действительно хоть как-то обращать внимание на то, что вы пишете, значит, на то, как вы думаете, когда пытаетесь составить фразу. Ещё раз привожу пример, кто не слышал мои уроки, рассуждения в момент, когда Камянову записываю. Люди с высоким уровнем, B1 подтверждённый, B2 подтверждённый. Я даю им банальный А1, вот этот вот мой, который я сейчас покажу его уже наконец-то. И А1, я имею в виду, по Гёте-институту учебничек такой я сделала, переводной. И там куча ошибок. Зависает человек, блин, на простых вещах. Я даже знаю почему. Мы вчера в Камяновой зависли в шестом уроке. Есть ли у собаки душа? Потому что надо спрашивать всё-таки, wenn или was ein Hund? И Мэтхен это она, оно или всё-таки она? Где там этот трансгендерный переход искать? Das Märchen оно? Но почему-то в Камяновой было написано Ирен, там что-то она там, её. Ага, то ли ошибка в Камяновой по недосмотру, а потом я покопалась, думаю, может быть, не такая же уже и ошибка. Да, у нас подсознательная ошибка у всех русских есть, потому что мы даст Мэтхен воспринимаем, как она. Всё-таки она девочка, да? У нас она девочка. И, кстати, и сами немцы, когда я по форумах покопалась, почитала, они тоже уже, да, с Мэтхен воспринимают, как она, и хоть ещё грамматически правильно писать Es, оно, да, и sein, его что-то. Но уже Ир используется её, стояла девочка с её собачкой. Да, то есть, да, с Мэтхен, но уже будет, например, mit ihrem Hund, для тех, кто понимает сейчас по-немецкому, да? Понимаете, о чём? То есть не такая же уже и ошибка. А там, где действительно вот опечатки ошибки, так Бог вам дал мозг для того, чтобы вы им пользовались. В любом учебнике есть ошибки. В жизни каждый день никогда у вас не будет определённости стопроцентной чёткости. Даже в математике, когда я преподаю математику, а я имею право преподавать до третьего, второго курса университета, мне пришлось ещё на английском, на немецком объяснять, преподавать там нашим студентам, ученикам, людям, как сказать, которым нужна была на хильфе помощь, да, они не могли по школе тянуть это. И я во всех этих, опять же, учебниках копалась, сравнивала английский подход в суперкрутых, дорогих вот этих частных школах, где 50 тысяч евро стоит год обучения, чем что-нибудь там впаривают, да. В немецких, венских тоже закрытых, незакрытых, полузакрытых, но очень-таки не самых дешманских школах, да. Это не та public school. В Австрии всё-таки нет такой сегрегации, как в Англии, где ты идёшь в public school, это всё, или в Америке всё, это забей, там ты ничего никогда не выучишь, да. Я вижу, как преподается, я вижу, как даётся. Это к чему я говорю, что математика, я уже ещё раз говорю, да, математический подход у меня, это моя вторая часть меня, да. Так вот, я про то, с чего мы начинали, я уже сама сбилась, господи. Про то, что даже в учебнике математики несколько правильных ответов. И нас учили инженер, как принцип советского инженера. Ты должен найти минимум три правильных решения, иначе ты не инженер. А потом ты экономически обоснуешь тот, который надо выбрать сейчас. А может быть, даже экономика, деньги на это даже не повлияют, если это нужно для народного хозяйства. Если дамбу нужно строить за столько из бетона, нехрен её делать из земли, чтобы её потом мышки прогрезали, понимаете? Это, ну, на тему дня, да, на злободневную тему. Потом нам приходится все эти косяки миллиардами перекрывать или даже человеческими жизнями, когда неправильно что-то рассчитал, посчитал. Поэтому вот этот инженерный подход я потом и в ошибке своим ученикам показывала. Говорю, смотри, подводнику, говорю, мальчик 9 лет подводник, потому что папа подводник, дядя подводник, дедушка подводник, капитаны подводных лодок. Я говорю, вот у тебя тут ошибочка. Да, ты, ну, чуть-чуть там перепутал. Ой, я опять по невнимательности досмотрел. То есть я год у него убирала невнимательность, чтобы потом на тестах, да, вот, чтобы сразу правильно писал. Я говорю, хорошо, а представь твой пава, по невнимательности, нажал не ту кнопочку. А, открываешь утром карту, нет Америки. Это атомная подводная лодка. Он так улыбался, говорит, ну, да, может же такое быть. Ты представляешь, какая ответственность будет у тебя в жизни потом, даже если ты не будешь не капитаном в подводной лодке, а просто вот на машине сам будешь водить за рулем. Не туда посмотрел, не то рассеянное внимание. Чувствуешь цену ошибки, да? То есть давай сразу учиться так, чтобы вы сами свои ошибки видели, их исправляли, возвращались в теории, все перечитывали, гуглили. А только потом, блин, спрашивали меня. То есть только потом спрашивайте живого человека, если вы его найдете, репетитора, учителя, не надейтесь на него. У меня такой подход. Жизнь усложился болью, нуждой, что некого было спросить. В радиусе 150 километров буквально не было ни одного преподавателя иностранного языка, не было никаких скайпов, не было телефонов, напоминаю, ничего не было. Была только я и сразу же том, вот такой вот том, собрание сочинений Ленина на английском или на чем-то, или какое-то старое издание, как-то случайно завалялось в библиотеке. И неважно, ты сидишь и его разбираешь, да, просто потому что интересно. Поэтому такой вот и подход у меня к языкам, глубоко копательный. А не просто грамматика переводной, заучили правила, повторили. Это бред. Правила мы знакомимся с правилом. Вот я вчера открывала еще в уроке в шестом, вам уже тагиле и показывала, если хотите знать все про артикли, у меня часто спрашивают буквально на первом уроке, 100 страниц грамматик только, и все грамматик у него собрано по существительному. Я говорю, вы готовы, чтобы я вам вот эти все 100 страниц пересказала? Или будем все-таки как-то решать этот вопрос по-другому? Конечно, я вам дам на дом, даже прикажу, купите себе его, перечитывайте, как библию настольную. Но мы не можем это все впихнуть в один. И Камянова не может это впихнуть в один учебник, иначе это будет учебник толщиной несколько тысяч страниц. У меня такая была мысль, вот как бы все в одно. Вот идеальный учебник, в котором сразу все есть, сразу вся лексика языка, ну хотя бы не вся, конечно, не все 2 миллиона слов, а тысяч 50 хотя бы, чтобы встречалось, да? Это будет учебник толщиной даже не несколько тысяч страниц. Это будет 26 томов собрания сочинения Ленина, понимаете? То есть это реально будет от Unreal просто впихнуть в один учебник. Потому что базовый учебник, сейчас переходим уже к картинкам, повторяю, это тот, в котором вычитана вся грамматика, но на уровне лексики, да, 1, 2. Хорошо, если тут вот она дает 6 тысяч, 7 тысяч слов, мы сейчас больше про Камянова зацепились, да, вот на ее примере, то это уже по С1. А, еще лайфхак, как я понимала, что классный учебник, он мне нужен. Или он может быть хоть и низкого уровня, но он мне нужен. Берем книжечку, переворачиваем, начинаем читать с конца. Открываю, вот у меня рядом лежит, да, представьте, что мы стоим с вами сейчас перед полкой в букваерии, попили кофеек, посидели в кафешке, да, кто, кстати, кто в Питере, давайте как-то свяжемся, можем, правда, встречаться в буквоеде или там где-то в офисных каких-то этих, как он называется, куворкинг, какой-то общаться. Я только за. Вот. Открываете сзади переводные упражнения и спрашиваете себя. Ну вот вы открыли. Так, Вера Борисовна, сможешь ли ты сказать такое? Экономическая политика Германии в начале 20 века привела ее к положению ведущего государства в Европе. В августе 2014 года началась Первая мировая война. Причиной ее стало антагонистическое отношение ведущих европейских государств. Ха! И я так думаю, сейчас так все взяли и резко присели, да. Так это хороший учебник или плохой? Вот это уровень С1. Это то, что вы только после шести уровней коммуникатива такое можете загнуть. А сами сказать можете? Нет, сами не скажете. Знаете почему? Потому что, блин, нет переводных упражнений в коммуникативах. Да? А если чуть-чуть раньше, пусть это 30-й урок, если вам считают, вот для тех, кто, кстати, тоже важный такой момент, лайфхак, для тех, кто начинает не с нуля, у которых уже ложный начинающий, у которых уже есть А1, какой-то уровень А2, с какого урока начать? Я всегда говорю, прочитайте уроки все первые все равно. А один там, сколько, до 59-го, до 15-го. Но если вы прочитаете все равно, их пролистайте так, чтобы у вас вообще ни одного слова незнакомого не было на страницу. В объяснениях, в переводных, в этих. И себя контролируйте по переводным упражнениям. Я же бы только что рассказывала, как я дала по списку ГЮТЭ. А один человеку с высоким уровнем даю их, чтобы на перевод. И они там, блин, тормозят. Да, приходится исправлять. И мы часами разбираем, почему это так. Потому что слишком много люкин, слишком много гэпс у них, вот этих пропусков, белых пятен в голове. Потому что разрозненно учили, не по системе. Вот, открывайте урок пятый, например. Вот то, что у нас было еще год назад. Вот у нас буквально вчера. Его родители охотно читают газеты. Его собака берет мои карандаши. Ты еще берешь мои новые книги? Что ты там видишь? Какую сумку вы берете в Берлин? Он читает газеты или журналы по-немецки. А ну, быстренько сходу. Как синхронист. И сможете мне вот так быстро перевести? И когда начинается бэк, они Er, er lässt лист, а, seine ihre, чужен бюхер, блин, читает. Ладно, бух или бюхер все-таки. Или все-таки в акузативе он читает. Твою мать. И когда ты понимаешь, у человека вот это вот, это видно, все на лбу написано, как он пытается собрать это предложение, скажи, ребята, никуда, ша, никто никуда не спешит. Берем и все переводные упражнения с низких уровней все равно переводим. Даже если вы отлично знаете все парадигму спряжения глагола faren, leisen, да. Даже если вы ein, zwei, drei, vier уже все выучили. Даже если вы уже понимаете, что такое падежи, акузативные, аблятивные, блин и прочее, да. Ну, аблятива нету, аблятива в немецком. Ну, как бы, он здесь в русском, даже не подозревайте об этом. Так, вы меня услышали, да. Получаются вот такие вот мои размышления. Это и тоже самое касается самообучения. Увидели? Ага, вот рекомендуют несколько учебников, да, мировые лидеры в преподавании, такие как Куздра, то есть я, да, тоже ее рекомендуют. Хорошо, давай-ка я ее возьму, пролистаю, почитаю. Можно поехать, конечно, в книжный, если вы живете в районе. А если вы в тайге, и у вас размыло берега, и до следующего, это тайга, только по морозу можно по ней передвигаться, и вы только через год будете в книжном. Ну, как я примерно в своем детстве, хоть я не в тайге жила, конечно же, но в глубинках Харьковской области, ребята, это реально тайга была. Это раз в год или раз в несколько лет я только могла доехать до Харькова. Ну, такая ситуация была. Вот. И вы стоите-то листаете, а у нас возможность есть, это полистать онлайн. Уже не надо рыться по ВКонтакте у меня или где-то у кого-то искать. Вот, все уже есть. Переходим к быстрому хотя бы осмотру, просмотру. Вот вы зашли на лендинг, оплатили, подключились, у вас есть, вы видите, списки тейнгов всех сразу, вы видите. Просто я не успеваю, я не могу их разобрать. И поэтому у меня там еще пустые, они заполненные, висят незакрытыми от вас. Те, которые закрыты, там некоторые, вот они будут вот так выглядеть. Я буду их видеть, вы их не будете видеть, да, те, которые у меня не залиты. Вот латинский, санскрит там, да. А в остальных, где я уже канву сделала, костяк, то уже тут все либо залито, либо есть незалито. Видите, значит, это будет дополняться когда-то. И вот конкретный случай. Deutsch. Что там есть? Полный курс к пониманию немецкого по нашей памятке. Около, сколько там у нас? 19 часов просмотра. Это вся грамматика немецкого. Действительно. Так получилось, что вот то, чего мне всегда не хватало. Я не могу дать человеку с нуля, читая грамматический справочник. Это бред. И я не могу только сказать ему, только читай грамматику левую сторону, в Укомяновой, там, где нет. И надо как-то так человека ввести в курс, но не нагружая его словами. Там вот реально буквально на трех словах объяснена вся грамматика. Ну и, конечно, список глаголов. Там уже все 80, а теперь уже все 200 глаголов задействованы. Не надо их запоминать. Вы должны идею уловить, что с ними сделать. Вот тут все. К пониманию немецкого это ваш первый так бы шаг, да. Deutsch. Драй сихтаген. Буду сейчас быстренько заливать. Он давно у меня висит уже, сделанный этот костяк. И вот Камянова, да. Здесь будет 10 издание, оно уже 11. Повторяю это в каждом видео, не пугайтесь. Все разобрано, часы посчитаны, сколько минут, потом уже часы пошли ближе к пятому, в шестом прям вообще много, потому что мы полностью разбирали, что делать с неправильными глаголами. В практической части мы не только решали, есть ли душа у собаки, а мы еще смотрели, как существительное, делить по группам множественного числа, множественного числа по принципам, по каким запоминать, да. И так будет дополняться, дополняться, сколько селенок моих хватит, и чем меньше мне будет отвлекать, тем лучше, да. Ну, жизнь отвлекает как бы. Вот целый год, вы, казалось бы, да, чем я занималась. А вот я этими занималась. Смотрите, вот стартовые материалы. Я сидела каждый день за столом по 10 часов, и почему-то все равно не видно. Вот контент-план еще заливать надо, он у меня только в разработке, переделываю, точнее, старый. Смотрите, учебники, материалы, помним, да, их выбрать очень сложно, но общие пяти пункты. Вот грамматика какая-нибудь, клипунклар, как ДБ1, как вариант, именно только-только грамматика, куда можно подглянуть, а-ля Мёрфи. Заглянул, посмотрел, ага, вспомнил это явление, да. Лексика, или грамматика плюс лексика, кардинальный, капитальный, вот грамматик А, Б, Ц, загоншхайба для лексики тоже, да. В качестве примера хотя бы один отечественный автор, если учите сами, чтобы на русском были объяснения, и что самое главное, источник обратного перевода с русского на немецкий, завьялова или ина, комянова, ярцев, ярцев попозже, там с Б1 лучше его начинать, а не совсем нуля, да. Источник диалогов для беглости речи, чтобы вы заслушивали и научивали. И любой коммуникатив для социокультурного погружения, чтобы вы знали, где там прочитать про какой-то там редкий там памятник, про какую-то овечку, про какие-то поля вересковые, 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 под Люненбургом где-нибудь там. И вот тоже они в качестве примера даются. Самое-самое. Я там давно еще делала вот ваш академ-минимум, но мы всегда берем какой-то базовый, чтобы не брать коммуникативы. Клипунглар все-таки только до Б1 доводит. Это грамматика сложная для начинающих, там все уже на немецком. Мы берем какой-то советский учебник, русский учебник, как базовый. После него, к чему бы вы не прикоснулись, вот это все уже будет вам просто так, как бы взял, повторил просто. Это я же и описываю. Базовые учебники желательно русских авторов. И если вы откроете его, полистаете, вы увидите все то, о чем я говорила вам. Что это содержит в себе учебник? Фонетику содержит обратный перевод. Допустим, Камянову вы знаете, а кто-то не знает, что в ней там в серединке-то есть. Ой, у нас он чуть-чуть еще и подтупливает, видимо, быстро не хочет открываться. Или интернета не добивает сюда. Хотела вам по-быстрому все-таки показать. И вы так каждый открываете и анализируете. Особенно хороший вот этот анализ. Открыли первый, пятый, десятый. Могу ли я такое переводить? А потом в конце хиракса, там уже Альзошпак Заратустра. А там в 20 каком-то уроке, то там уже Заратустру читаю в оригинале. Вы уверены, что вы такой умный, что вы уже можете как бы ее читать? Что можно пропустить? Плохой учебник? Нет, я пойду на коммуникатив. Дойдите туда, куда вам нравится. Ради бога. Но если вы понимаете, что уже в конце учебника вы такие тексты сложные можете читать и переводить, то, наверное, стоит пройти этот учебник от корки до корки. Именно поэтому он базовый. Понимаете? Вот вся фонетика у меня все озвучено, даже немцами озвучено, напрягла их. Все просчитываю. Даже если есть какие-то ошибки, они там... Если бы их не было, я бы их специально добавляла. Я иногда специально делаю какие-то косяки и потом смотрю, как ученик отреагирует. Вы в жизни должны думать своей головой. И в жизни никто не будет вам давать правильное решение и все сразу, чтобы все было четко, что 2 плюс 2 только 4. Нет. Это может быть и 3 и 9, может быть 4 и 1, а может быть 4 в квадрате. Это все равно 2х2 и 4. У некоторых такой ответ получится. В жизни вот такой получается. И как опять же я вчера говорила, что когда меня спрашивают, а как правильно перевести, чтобы было совсем правильно, можно ли так сказать? Конечно, можно. Сказать можно всё. Язык — это как грибы, но только некоторые из них, и можно есть все, но только некоторые, только раз в жизни. Сказать можно всё, только что-то будет неправильно, что-то будет чуть-чуть неправильно, что-то будет в режиме шутки воспринято. Но это не значит, что нельзя этого сказать. И говорите, ошибайтесь, спешите, ошибайтесь, себя потом перепроверите. Наоборот, вас это развивает. Нельзя, чтобы только 2х2 и 4, иначе это превратится в школу, где их заучивали. To be плюс инговое окончание. Вот это всё начинается, вот эта каша. И вот вы уже полистали, посмотрели, так, здесь я буду уже в середине учебника. Что я буду уже знать? Вот эту часть грамматикой лучше по содержанию просматривать, что там вам уже будет даваться. Если вы прям совсем не знакомы с языком, ну тогда вам просто придётся довериться таким людям, экспертам, типа меня, кто уже это давно разбирает и показывает. И тут смотрите, ага, уровень сложности, что я уже в середине учебника, могу ли я сказать, послушай эту музыку, принеси мне подарки, поедем в Берлин, не приходите завтра. Это весь наш разговорный. Нужно перевести эту статью, невозможно найти работу. Как нужно писать это слово? Как нужно ответить на этот вопрос по-немецки? Да шикарная лексика. Я же вам говорю, уже не говорю про расправу, там более дальнейшие уроки, где уже начинаются прям по социо-культурные, политические моменты, ближе туда к концу учебника. Идея понятна. И так каждый, если вам, вот тут завяло валина собрана, как современный, так и более старое её издание. То же самое. Открываем, смотрим, если быстро откроется, если даже не быстро, всё равно смотрим. Ну вот будет часовой подкаст, меньше не получается. Будете где-то ехать, послушайте. Я не уверена, могу ли это на YouTube выкладывать, но я всегда говорю, все учебники для ознакомления. Вы покупайте их в магазинах, они вам всё равно нужны будут. Вот, хороший учебник. Если учебник начинается с алфавита, с объяснения фонетической этой, это хороший учебник. А вы наоборот это пропускаете. Вы думаете, ой, тут что-то там страшное, тут вы написали такое, что-то страшное, серое, я в этом не разберусь. Ну не разберётесь, сидите, ищите с картинками, бурзилку какую-нибудь, космополитен журнал, коммуникатив, если там вам более кажется приемлемым. Или просто вырызайтесь, учитесь учиться, товарищи. Вырызайтесь, прочитывайте. Если тут написано, как я приводила в пример, если тут вот написано, что в упражнении, что надо вот, вот это всё, первая часть только про фонетику, да-да-да-да-да. Ну там уже, смотрите, сколько слов даётся, там уже в первом, в этом вводной части, первая фонетическая часть, она всегда уже почти, а один даёт, хоть во французской, попова-казакова, хоть вот тут вот в английской нашей бонке, прочих других классики, да, хоть в немецком, казалось бы, читать легко, но тут сложно, да, вот, как раз вот столько всего интересного и в немецкой фонетике. Как же мне та же самая, вот ученица говорит, которая долго жила в Швейцарии, вот сейчас в Бернгский университет поступает, я говорю, у тебя классные проотношения, не переживай. Она говорит, вы знаете, я начала на него обращать внимание, только когда прослушала вашу Камянову фонетику и начала повторять и начала вот этого тренировать его, потому что многие действительно не задумываются, рыкают там и всё такое. Если надо рыкнуть, я специально это делаю, der, der, тишь, подчеркнуть окончание, когда надо, я говорю, специально выделяю окончание, чтобы я слышала, что ты написал. Они-то зажёвываются в разговоре, где n, где der, где, да. И вот потом вы посмотрели, ага, есть вводная часть, есть это с фонетической транскрипцией, то есть я догадаюсь, всё на русском объяснено, ага, и вот начинается там уже основная часть, вот вы транскрипцию, всю фонетику выучили, и в основной части уже начинаются что? Тексты, диалоги и тексты, потому что пока вы проходили фонетическую часть, вы уже кучу-кучу-кучу-кучу слов узнали мимоходом. И вот основной курс, да, объясняется чётко, что будет из грамматики, объясняется чётко, как это работает, что куда подставляется, и только потом вам даётся на закрепление текст, который желательно чуть ли не наизусть методом, опять же, вот можно обратного перевода по диалогам проходить, можно по упражнениям, это всё-всё прописывается, все переводы переводятся, у меня всё вот это исперчено было карандашиком прописано, вот туда всё подставляется, где перевод там отдельно в тетрадку, потому что, ещё раз говорю, если бы, да, оставляли правильно форматировать, как он студент, и место надо прописать, ну тогда учебник будет не 877 страниц, а 1877 страниц, понимаете, да? И вот, например, Завьялова Алина, возвращаясь к теме, она даёт тут хороший B2, после неё, опять же, любой коммуникатив, пху, за милую душу, ну если Комядова, можно сказать, и до C1, потому что, опять же, вся грамматика, так Завьялова Алина тоже, можно сказать, даёт всю грамматику, потому что там уже всё, вы ничего нового не увидите, по сути. Листвин больше на практику направлен, но тоже есть фонетика, тоже есть грамматика, и опять же, смотря какой Листвин, их там много, он же там много-много разных, они там где-то похожи, где-то однотипные, но по нему я очень классно мальчика того же Свены довела до B1, именно упражнениями такими, грамматика была имплицитна у нас, да, но именно кучей таких упражнений, и первый раз, когда я только её открыла с ним, мы начали с Клейпун-Клара, пыталась ему Хомарт задавать, а он не может по нему читать, там всё на немецком, он всё равно что-то объяснял. Потом я быстренько подсуетилась, вставила Листвин, добавила сканы, вставила и нам в урок, и мы начали вот так вот обратным переводом, с первого же занятия, он так робко в конце занятия, Вера Брессона, а можно мы по нему будем всегда заниматься? Я говорю, конечно можно, нужно, я же вижу, что немодила, нет толку с этого, с своих этих австрийских учебников, как бы с немецко-немецких, надо брать то, что ты всё-таки русскоязычный, первый язык русский, надо его разгонять, через него проходить. И вот так мы погнали, 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 тут вот у него всё, и объяснения, и куча-куча дриллинга, дриллинг это отработка, вот тренировка, Sie lept in Berlin, Sie kommt aus Russland, Sie kocht gut. Куча выражений фраз, уже в первом уроке, все бытовые выражения, я пришёл, она пришла, я приготовил, мы готовим, мы едим, мы ходим, вот то всё, что нужно для развязания языка. Но при этом есть конкретно небольшой связный текст, который можно уже заучить, и который уже даёт вам конву повествования какую-то. Вот поэтому, собственно, тоже я листвина, там дальше будет, это же я забазовая, да, там его другие взяла, для тех, у кого в универах. Да, есть ещё Zeit für Deutsch учебник, четырёхуровневый, тоже до B2 доводит. Или трёхуровневый, старую версию я тоже довыкладываю, это было нечто, когда его, ну не я, одна моя знакомая девочка, я купила, отсканировала, потом ещё чистить сканы надо. Там трёхуровневая, это более новое, форматирование здесь удобнее, вот это у меня чистых сканов, то есть у этой девочки пока их нету, и она думает, где бы их взять, но она их возьмёт, всякий концов, в конце концов. Ярцев, шикарно, от B1 особенно, да или даже от A2, если что-то у вас забыто, и надо прям, тут на основании полилогов делается. Полилог – это когда много-много, не монолог, не диалог, а объяснение всё есть, и сейчас уменьшим, и грамматика, и всё есть. Я ещё не заменила, я заменю другим сканом. Вот, чуть-чуть есть, вводная фонетика есть, да, она у меня в памятке за базу, я брала эту таблицу. Есть грамматика вводная такая, да, объясняется чуть-чуть, что есть. Сейчас, объясняется, для тех, кто подзабыл, надо повторить, например, это, да, я же говорю, для начинающих нет. Вот можно лиственно пройти, до B1 он даёт хорош, а потом перепрыгнуть на более сложный, на Ярцево, да, местоимение, всё даётся, и тут небольшая отработка даётся, но это больше для того, чтобы вспомнить. Это не для начинающих, а потом уже начинается основной курс, и там вот такие диалоги, шикарные, да, в многом полилоге, да, МАХН ВИРУНС БЕКАНТ, чем полезен полилог, каждый учащийся, учащий, у меня участник этого полилога, что-то говорит, и он говорит это разными способами, кто-то сказал ГУТЕН ТАГ, кто-то сказал ХАЛЛО, да, кто-то сказал ВИЛЬКОМЕН, и так все, получается, выражения используются в одном, в одном тексте, в одном полилоге. И вот буквально наслушиваем, потом переводим в обратную сторону, и такие вот действительно заслушиваем до состояния наизусть. После него идет объяснение, тут мне нравится особенно классно по фрагментам, он разбивает вот это, как с русского перевести уже БЕРАЙТС, ШОН, ШОН БЕРАЙТС, вот все наши сомнения, когда мы ФИЛЬ, ФИЛЕ, ФИЛЬ, как переводится одно слово, что такое встретить, это ТРЕФЕН, это БЕГИКНЕН, ТРЕПФАНГЕН, или СИХ ТРЕФЕН, встречаться, да, вот дается с русского на немецкий, ну вы понимаете, что-то не для нулевых, понимаете, да, идем дальше, это уже для, а там совсем для продолжающих, у тому же с диалектами, С1, С2, это вторая часть. ТАГИЛЬ, почему ТАГИЛЬ нельзя с нуля, потому что это просто, помимо того, что это сборник грамматики, я даже вчера показывала, из каких учебников он состоит, сейчас еще раз разверну, покажу, в списке его литературы учебники, таких ведущие, немецкие грамматисты, ДУДЕН, и, сейчас покажу, не все у нас есть, и он же к нему создал Убинген, шикарное, но опять для нулевика, это, ну я же говорю, это как первокласснику сразу вместо арифметики дать алгебра и начало анализа, вот я тоже в комментах это сегодня отвечала, и вот теперь это все хочу собрать в устный ответ, хоть он часовой получится даже больше, и у него есть тематический справочник по разным темам, просто вот набор предложений, да, вот по темам, сложная тема, там вообще ни разу не для нулевых, это уже С1, который вычищает язык, а вот грамматику рекомендую брать и перечитывать, да, сейчас покажу вам, что в нем, я отсюда, из-за базу взяла таблицу неправильных глаголов, которую он, в свою очередь, взял из, показываю, сейчас долистаем до этого, давайте тогда уже подряд идти, у меня собрана, да, вся Камяна вообще, все ее грамматические упражнения тоже шикарные, если надо отрабатывать именно, листвин тоже на отработку дополнительно, топики, как вот, как раньше у нас, устные темы, чтобы как-то был у кого-то образец, у вас был темплейт, на котором вы будете про свою семью рассказывать, про свой город и так далее, от иностранных издательств, то, что у нас ABC грамматик, вот это вот от форшлайга, Шуберт Ферляк, все есть, попроще немножечко для тех, кто пониже уровень, кому надо, может быть, дополнительно какие-то там погонять, грамматика интенсив, трейнер, лангеншайд, да, B1 она есть, Клипун Клар во всех вариантах, и старый, и новый, и теперь уже B21 вышел, да, выкладываю, Заге он Шхайбе, да, и старый, и новый вариант, Лекстра, полностью я собрала всю, единственный учебник, который, ну, как учебник, мне нравится, от Корнельсен, такая микросерия, особенно там классно, вот это вот, Нахтемен, когда берется B2, как я люблю, и там все, сейчас покажу, что я имею в виду, и там берется слово, и против этого слова сразу предложение, как оно используется, и даже есть место для перевода, либо английского перевода, смотрите, тут серые сканы жуткие, но я чистое добавлю, это просто, чтобы для понимания, что такое вот есть, пока серые висят, чтобы можно было открыть и показать, да, но там будет все по смыслу поделено, и вот вы открываете, и у вас там первая тема, люди, Menschen, да, и вот все слова, которые вам будут нужны для B2, да, ай, вот они, персональная информация, по алфавиту, и тут показана частотность этого слова среди вот этих всех 4 тысяч слов, которые они включили, корневые 4 тысячи слов, которые нужны вам для B2 и вообще для счастливой жизни в Германии, да, закрываете эту часть, смотрим в эту часть, вот по сути, это то же самое, вот как мои, не мои, агетовские, институтовские списки, сейчас до них дойдем, вот так вот собрано, ну я всю серию собрала, уж пусть будет, вот это тоже, мне не хватает слов, переводится, да, фэлэнмерди ворте, это от Шуберт, хорошая штука для разгона синонимии, антонимов, для набора лексики, но уже для постаршего уровня, вот они, вот эти те вортилисты от Гёте института, которые я доработала, туда в Ягбан еще на соответствующий уровень докинула, и вот по такому же принципу, да, есть слово, напротив слова предложение, мы это предложение зачитываем, слово закрываем, знаем ли мы это слово, понимаем ли мы его, да, тут по алфавиту идет, вот, и поехали, ab morgen muss ich arbeiten, aber ich bin auf dem Büro, aber nur für wenige Stunden, вся лексика из слов A1, да, поэтому вы закрепляете, когда слова прогоняете, вы потом еще их закрепляете здесь, и вообще всю лексику A1, я усовершенствовала, добавила, говорю, из интернета, с одного там блогера, вот, все слова, списочные, на уровне A1, только которые вы будете встречать на 1, вычистили их, пошли дальше, да, то же самое сделали с A2, то же самое с B1, но к A1 я еще успела доделать, сейчас вернемся к этому, вот, упражнение, все слова для экзамена A1 собраны в одном месте, но это не только перевод, тут плохо видно, в оригинале, вы на основании этого предложения пишите такое, со следующей недели, или со следующей пятницы, должен я уже снова работать, то есть вы добавляете от себя несколько слов, или будет меняться лицо, или будет меняться время в пределах A1, таким образом, у вас есть подсказка, ну, не тупая подсказка, где надо просто переписать, а где надо подумать, а здесь вы прописываете свой перевод, ниже вот под каждой страничкой, под каждой строчкой, и вот тогда мы вот это проверяя, даже у людей, у которых уже B1, B2, находим миллион еще ошибочек, потому что это только обратный перевод с русского на немецкий, покажет ваш истинный уровень, да, а что еще я доделала, ага, еще докинула неправильные глаголы по уровням, гнездовые все, опять же, от того с интернета, что нашла, и сама допиливала, на базе Тагиля, который сейчас мы увидим, на базе которых учебников, он создавал свою грамматику, да, из разных источников, это значит 20+, там более 20 источников я использовала, пока сводила это все в таблицу, это все вам показывала вчера в долгом моем уроке про неправильные глаголы, вот что у вас получилось, сразу объясняю для тех, кто вчера не смотрел, жирным, я увидела те редкие слова, которые не попали в нашу памятку, чтобы не ломать памятку, чтобы туда уже ничего не добавлять, она отличается всего на 15 слов, там у нас 185 корневых слов, тут 200, ну корневых, здесь не будет никаких приставок и прочего, здесь несколько неотделяемых только приставок попали, типа вот б, гиннен, да, только потому, что гиннен нету слова, б флейсен, нету слова флейсен, поэтому ее оставили, а вот эти все эмфинден, эрбляйхен, например, финден есть слово, и бляйхен есть, оно тут же есть, только без приставки, поэтому я их сделала сереньким, хотела вообще удалить, вот переделать полностью таблицу, а потом я просто решила вам показать, что корневых, черных, то, что черным и жирным шлифтом, вот эти и посчитаны у меня, получилось 200 корневых глаголов в немецком языке, если вообще все-все-все-все глаголы языка брать со всеми приставками, там выйдет за тысячу, я долго искала этот список, где-то он, по-моему, даже у меня есть, или где-то он все-таки есть, самый полный список, это 1200 или 1300 глаголов, вот боюсь соврать, вот в английском я точно нашла, там 680 глаголов, а надо всего 185, 600 это там уже со всякими, тоже фразами, этими глаголами, уже там фразовые глаголы пошли, идею уловили, то есть я это добавила отдельным файлом, и вот это закинула вам сюда отдельным файлом, не стала уже памятку ломать, не стала в памятку допиливать, да, это вот из интернета скачано источник, вот указан где, здесь просто все гнездовые наши, вот тоже по уровню, очень удобно вычищать знания людей, которые опять же, десятилетия там могут жить, учиться даже там в школе, а мы натыкаемся на слово фанген и зависаем, потому что слово фанген, вот я вчера я рассказывала, да, ловить, а нет в ваших коммуникативах ловить бабочек, ловить рыбу, а анфанген начинать, есть сразу, но тут у него нет, потому что приставки лишние, мы просто выкидываем и берем только гнездовые слова, понятно, да, то есть вот эти две еще таблички, допечатать к памятке себе, добавьте, чтобы у вас они были распечатаны, а вот это прям вообще основная, с которой мы вот вчера тоже работали, разобрались, идем дальше, диалоги плюс текст, как источник диалогов, дай бог когда-нибудь я все-таки озвучу, пимслер, это отдельная тема, все пять уровней у нас есть, по более чем, сколько там у нас, почти по 30 языкам получилось, да, а семиль хорошая тема, тоже на базе маленьких диалогов, и все дозировано, все по чуть-чуть, вот для старта, чтобы такого начать, чтобы сильно не углубляться, а вот теперь, доп опционально, потому что это уже для высокого уровня, от B2 и выше, начинаем считать, в Тагиле, Дигельбе Акчуэль входит в список его литературы, он на базе, у нас она тоже есть, у меня она в физической копии есть, сюда я тоже заглядывала, сейчас вам покажу, как я сводила эту таблицу, тоже ее, по сути, вы имеете в виде Тагиля, Midsinnverstand, это еще одна из грамматик от Klett, которая тоже для высокого уровня, может быть, кому-то на уровне УЦ понадобится, Sprechenschreiben mit Heiden, хорошее, такое более древнее издание, мне там понравилась подача, именно такая классическая, Wäck mit den Fehlern, тоже видно старое издание, вот старые материалы, почему-то лучше всего, потому что там по классике объяснялось, справочная грамматика, у Тагиля, он берет тот же Дуден, четвертый том, у Дудена 12 томов, вот таких вот сборник такой, по-немецкому, и вот он четвертый, там где Дуден, где грамматик именно, вот его тоже берет, еще там кое-что еще другого порекомендую вам для справочного, вот это в Венском нам рекомендовали, для бачелор, для бакалаврата, Понс я тоже заглядываю, когда чего-то надо, я с Понсой кое-что в памятку брала, то есть это уже основательные грамматики, вот это Хельбик, вот этот профессор Хельбик, и другой профессор Буша, родственник, видимо, той Анны Буша, которая писала нам грамматику А, Б, Ц, вот там повыше, вот он тоже базовый для Тагиля, и что вы думаете, только в этом учебнике, и потом уже в Ярцеве, есть система глагола по группкам изменения корневой гласной, неправильных глаголов, больше нигде нет, а учить надо именно так по группкам, то есть хереет методика преподавания на Западе очень сильно, вот в старых источниках еще можно найти, а больше никто почему-то ее не дает, ну даю ее я, я переработала Ярцева, у меня не один на один, у меня там все переработано, 9 группок, кто по памятке смотрел, тот молодец, и вот это вот, я нашла первоисточник, у нас в памятке список глаголов, оказывается, был взят, я подняла свои бумаги и нашла с вот этого, я с Веной привезла физическую копию, у меня просто на ксероксе было распечатано, я не знала, с какого источника, потом нашла, Карин Халь, Барбара Шайна, Убинск грамматик, Deutsch, от фрэмспарха, фи форт гешритана, от Хубер-Ферлак, и на нее тоже ссылается Тагиль, и вот эти мы сказали, да, раз, два, три, и вот эти вот, четыре желтую, и вот эту вот, цеграмматик, тоже на нее он ссылается, получается, вы в одном Тагиле получаете такие сборник, вот, на цеграмматик он брал отсюда, в общем, я вычислила, откуда он взял свою таблицу, выкинула туда лишнее, добавила то, что надо, и показала вам, что всего-то их 200 корней, больше я не нахожу, где-то, может быть, есть еще какие-то редчайшие глаголы, ну, как я уже говорила, я Библию на немецком как раз не успела почитать, почему Библию, потому что в старых таких изданиях, в старых переводах, в старинных текстах, вот там вы еще можете какие-то редчайшие глаголы встретить неправильно, больше нигде, сейчас к этому вернусь, так, про это сказала, про таблицу неправильных глаголов, вернусь, что у нас тут еще есть, да, все, у нас собрано реально все, что вот, хоть на западе этими учебниками пользуется, хоть здесь, куда вы не ткните, вы на них-то попадете, вот шац, вордлистен, я делала сама, списки слов выцеплены из, когда я начала искать, когда я вам говорила, делала обзор всех фарлагов, всех издательств, а их не так много в Европе, это Дуден, это Лангеншайт, это Клетт, это Шуберт, и этот Корнельзен, какой еще я забыла, сейчас покажу вам по коммуникативам, и греческое, вот греки молодцы, греческое единственное издательство, которое не немецкое, и поэтому у них самые классные учебники по подготовке к экзамену тоже, почему? Потому что они не немцы, потому что они не говорят на немецком, и потому что они знают, где про слабые места учащихся, эти не знают, эти дают коммуникативный подход, этот везде его лепят, что я сделала? Чтобы не проходить вам заново, коммуникатив типа линия 1, линия 1 и прочее, их там наплодилось, ого-го, это издательство Клетт, я просто все слова, которые дают там списками, где-то не списками, выбрала, сделала, оформила, и получился вот такой вот гласах, да, вот это, что касается издателя этого конкретно, линия 1, оно там доводит, каждый из них доводит до определенного уровня, вот оно до B2, например, линия 1, они же там тоже любители, блин, маркетологи, блин, хреновы, разделяли все так, что нет, чтобы одно нормальное, у них 500 штук, но со вкусом лимона, да, Бегуф, то, что касается профессии, флега для докторов, для медсестер, полезность, если вы собираетесь вот в Германию переезжать, по нему потом прогнать можно, да, Einfach besser, это уже Telz, или Telk, кто как его называет этот экзамен, Deutsch für Beruf, B1, B2 уровня, тоже дотянулась до него, Zbegegnungerkundungen, я выгребла все, Redemittel, в один обзорный такой сделала, Spektrum Deutsch, от того же издания, этот, Schubert, самое одно из лучших изданий, у него действительно почти все учебники, его я использую, а это много о чем говорит, Spektrum чем-то напоминает BG, по сути, один к один, к одному, тоже, только до B2 доводит, да, вот сейчас считайте, что это сейчас одновременно, и обзор коммуникативов, и обзор всего-всего лучшего, что есть вам для изучения, пошли коммуникативы, BG, более-менее лучше из того, что есть, потому что опять же, издание Schubert, и писала Буша и Сита, эти авторы, я посмотрела, Сильвия Сита, она сама венгерка, она там в Голландском университете, в Нидерландах преподает, еще где-то, а Анна Буша явно наследница того самого Буша, фамилия очень редкая, видимо, она все-таки с ним как-то связана, может, дочка, я не знаю, вот того, с которой два профессора написали, ту еще грамматику, старинную, ну, как старинную, 76-й год, потом перездание, 94-й, по-моему, потом 2002-й, перездание, который так гей брал за основу, тоже, вот, Бегеген дает нам до Б1, да, продолжение Эркун-Дюнген называется по-другому, Бегеген это встреча, Эркун-Дюнген это как вот исследование, можно так как-то перевести, да, типа того, вот, здесь уже до С2, и действительно, не так много в немецком коммуникативе, которые действительно доводили до С2, они все бросают на Б2, максимум С1, ну, так исторически сложилось, что им нужен сертификат Deutsch, это Б1, потом кто поступает, нужен Б2, С1, а С2 уже никого и не трогают, даже для хирургов, для преподавателей, кто там аспирантуру, им требуют вот С1, а Виршафт-Стойч уровень С2, ну, уже, не знаю, таким надо быть, чтобы вас потребовали именно сливый сертификат. Мэншин, Мэншин, да, Б1 доводит, это тот еще коммуникативчик, но пришлось его брать, потому что по нему полвены на курсах занимается, занималась, и вы тоже о него где-то да наткнетесь. Мной, вот видите, у них же разбито до Б1, а потом от Б1 и выше, может быть, другой уже учебник. Вот Мной, типа для продолжающих, Б1 плюс до С1. Есть интересный текст, есть чем заняться, просто у меня там были в физической копии, я там их дособирала, и всегда решила все уже довыкладывать. Все, все самое, 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 что только, блин, есть в этом мире по-немецкому, да. Миттельпункт, Ной, и старая версия тоже у меня есть, Б1 плюс, вот переходной уровень, и Б2 и С1. Вот, кстати, по Миттельпункту я на курсах вот Б2.1 проходила, когда еще первый раз была в Австрии. Ну, как проходила? Дома все, наперед, а на курсах раз в неделю по 4 часа подряд, то и те еще курсы. В общем, вы понимаете, на курсах выступала там я, потому что я все наперед проходила, и спокойно могла уже все это рассказать, обсудить, и даже справку дать на любой момент с этого учебника. Так, повезло припустили, что она просто сидела там, мы улыбалась. Да, ну, у нас там было больше разговоров, потому что все уже были с высоким уровнем, и можно было уже ей не париться, просто сидеть, поговорить. Никто там не преподает так вот, как мы, поверьте. Нет, кто от своей системы столкнулся, тот знает. Чего это за ужас? Студио D от А1, сейчас уже добавились новые, даже есть уже и B2 и C1, раньше было только вот зеленым, все заканчивалось, от Корнельсен издательства. Аусблик от Хубер, тоже считается, как для Югенлихе, но там B1 до C1. Видите, C2 вообще хрен найдешь. Шпектрум от этого, Шуберферла, К1, B2, уже упомянутый нами более-менее, да. Аспекте, тоже C1 заканчивается. Ну тут Ной, но есть и не Ной, издание, да. Панорама или Вайтблик, который продолжает панораму, это от Корнельсен, тоже до B2 заканчивается. Зихер, B2, C1, это уже Хубер, это типа как бы продолжение Меншин, можно так назвать, да. Шрите, Шрите интернациональ, Шрите, вот это все оно, ну вот я взяла интернационально, оно очень-очень-очень известно, это Шрите, его на всех этих, интеграционных курсах, все наши беженцы по нему идут, ни черта не понятно, ничего не понимают, потому что это опять же коммуникативное, мало кто что объясняет. Академия Дойча, 1B2, тоже тут у нас от задательства Хубер. По сути, вот все-все-все самые популярные, конечно, их там куча еще есть, там всякие дельфины, Берлинерплац, но это уже настолько масломасляно, они все друг друга повторяются, сказать, чтобы вот что-то выделялось, то, что выделяется, я уже взяла в обработку, это вот наш Бегеглинген, Наркундунген, да, сплошной, чтобы был коммуникатив, до Ц2. А для Пиофунген, вот грекам, Эвхаристополи, да, спасибо вам большое, греки, что вы сделали это, как я вот готовлю своих к экзаменам, что я делаю? Я выгребаю с интернета, выгребала уже давно, все доступные примеры тестов и с А1 начинаю прогонять с таким разбором, что люди потные выпадают потом из кресла, даже если у них высокий уровень, мы на А1 такого находим интересного, а они по такому же принципу, собственно, это все оформили в учебник. Да, вот 10 тестов в одном и к нему еще и рабочая тетрадь. А1, А2, А1, тут уже Вергштадт, вот, Вергштадт B2 насквозь, вот мы выходили, девочку готова для поступления в Австрию, тоже моя с Германией знакомая девочка B1 по Вергштадт сдавала, с первого раза тоже сдала, по моим рекомендациям я ей сбрасывала все вот эти вот, что там трудно найти, не все умеют искать в интернете. В Вергштадт есть C1 и есть Штацион C1 и Н Штацион C2, то есть полная линейка подготовки к экзаменам. Или даже можно их просто брать, если вы с преподавателем, если у вас есть хоть какой-то начальный уровень и просто их прогонять, вот как учебники брать. Kinder, Kinder наше все. Короче, что для Kinder, хоть из их, так сказать, от Хубера, от их авторов, вот это вот Grammatic Land, две части, либо вот так выглядит, либо вот так. справочная грамматика, справочная грамматика, вот на немецком, это классно, вот для детей, для школьников, там простыми словами объясняется. И из моей жизни в Австрии, что там именно в школах используют, Волькшуле, это означает 1-4 классы, народная школа называется. Там это словарики, kleines и grosses вörте, verzeichnis, справочник по словам, да, что надо им уже знать на этот уровень. Из Landeskunde, как это, как краеведение, quer durch Wien, насквозь через Вену, прогулка по Вене, очень интересно для тех, кто просто переезжает, это не только для детей, просто переезжаете в Вену, пожалуйста, откройте, полистайте. Deutsche Geschichte, то, что каждый должен знать от Дудена, да, то есть это уже даже не совсем для детей, нет, это уже больше Landeskunde, действительно, то есть дети закончились вот здесь и к сожалению или к счастью вот из отечественных авторов мы учили по советскому богом забытому учебничке с Мимзик и было 9 лет или 10, я к ним, моя ученица, которую часто упоминаю, которую я просто лично её веду 10 лет, это тот уникальный случай, это моя диссертация, по сути, да, вот как надо преподавать, как надо, берёшь одного человека и не меняя программы, не меняя учителя, ну, конечно, надо ещё найти такого учителя, да, который бы можно бы смело дать ребёнка и который к концу выпускной школы делает у ребёнка С2 в английском, Б1 в немецком, учат его на испанском, на французском читать и на всяких прочих там других, вот, правильно надо ставить цели, да, и мы просто за две недели, пока я гостила, мы взяли старый советский учебник, какой-то самоучитель немецкого и по нему насквозь, так как мы любим, и это так классно ложится на английский, что уже система времён знакома, да, что потом через несколько лет, когда мы вернулись уже к немецкому просто вот так прогнать по учебнику, хотя бы до Б1, точнее даже не по учебнику, а именно по тестам я её начала гнать, и мы пошли, пошли, пошли по тестам и до теста, по тестам так дошли до Б1, то уже было прекрасное произношение, потому что в детстве уже заложено было, ну как в детстве несколько лет назад, да, получается, и уже вся база была просто в пассиве такая спящая, мы её только подняли, да, и то же самое я вам рекомендую детям, как можно раньше, чтобы фонетика осталась, даже если через 10 лет начнут этот язык, у них фонетика будет правильная, произносить будет красиво, что ещё про Ландескунду интересно, а вот для той девочки, которая сдавала вот этот вот тест, это тест по въезду в гражданство, как бы, да, вы становитесь гражданином или сдаёте на какой-то ПМЖ, и у вас есть к этому тесту Leben in Deutschland, жизнь в Германии, и вот там вот все эти тысячи вопросов у меня собраны, кому интересно, посмотрите, доходим, материалы для распечатания, это наша памятка, как я говорю, нельзя просто вот взять и начать, да, без признаний, for kentnisse, особенно в немецком, и вот тут вот 19 часов, по сути, вся ваша Камянова, всё, что вы будете в Камяново, будем видеть, то есть вся грамматика не обязательно в Камяново, где бы вы ни учились, она уже здесь есть, вы уже будете, хотя бы это будет накладываться на что-то знакомое вам. Далее, и упрямое существительное, мы выписываем специальную такую вот табличку, я вчера её в уроке показывала, она не совсем, ну как, её можно распечатать много-много раз, да, вы даже не знаете, что у вас будет всего 25 существительных за жизнь, нет, сюда надо будет ещё добавить для совсем нестандартных существительных, типа там, firma, firmen, tema, temen, visum, visa, для латинского происхождения, для греческих слов, да, редких, которые есть в немецком, тем не менее, а так тут уже разбито по группам, по тому, как будет добавляться окончание множественного числа, или вообще не будет, и mnf означает разными цветами, да, masculine, neutral, neutrum, feminine, это означает, что вы можете ещё разными цветами записывать своё существительное, и у вас окажется, что вот эта колонка почти вся будет синяя, потому что это тип для мужского рода, ей окончание характерно, вот эта вся будет красная, потому что окончание для женского рода и чуть-чуть для мужского, понимаете, просто там был вопрос с моей подписчиком, да, ученицей, как вот их сортировать, как вот, как понять, вот, да, есть ли у вас какое-то упражнение или что-то, чтобы закрепить, ребята, вы поймёте, какой род, какое окончание должны принимать, только на больших выборках, только когда у вас уже будет много, много тысяч слов существительных, вы будете эту тенденцию возможно заметить, а может быть нет, и чтобы не ждать вот эти вот годы, пока вы наберёте эти существительные, мы сразу вам даём, мы и тагиль, да, то есть в грамматиках наших, в русском методе преподавания, мы сразу даём, что есть вот такой тип для таких родов, есть вот такой тип для таких, вот это характерно для среднего, да, бухбюхер, эрсумлаутом, для среднего рода, вот это только женский будет принимать, или эндеклинацион, вот это для иностранных эс, и для тех, кто заканчивается на гласную, да, вот отсутствие окончания будет у таких-то, у таких-то суффиксов, и теперь, каждый раз встречая существительное, вы просто его распределяете в нужную колонку, вот так вы запомните намного лучше существительное, у вас не будет проблем с этим, распечатываем, делаем себе блокнот, хоть 100 страниц, хоть 50, насколько вы схватит, ну, существительных, ну, хотя бы первую тысячу существительных, это надо будет 25-40 страниц вам распечатать, да, по-моему, тут у меня 25 этих стандартных листик, линий, я вчера вам уже в уроке это показывала, как это делать, и уже даже на маленькой выборке уже видна тенденция, да, вот, которая вам ещё в памятке рассказала, почему так добавляется, а теперь вы сами это увидите методом эмпирическим, в артбуке основные, то, что я делала, да, это вот у меня на сайте, на моём сайте, не в гид-курсе, не путайте, подписка в гид-курсе, это совершенно другое, а на сайте, там надо быстро, секундная регистрация после того, как вы добавили в артбук в корзину, да, и сейчас покажу, вот то, что есть, вот, бэггэгнинги сделаны, меншин все собраны, там, и последний момент, он в Тагиле тоже был, что почитать для души и ума, когда вы уже умеете читать на немецком, хотя бы B2 у вас есть, это нам рекомендовали в Венском уни, и вообще вот тоже сюда заглядывать можно, Тагиле использовал вот этот вот, а стандартные ошибки самих немцев, да, это такая шестисерийная такая издание, его реально нигде нет, так что в одном месте были все сразу, я, конечно же, нашла, потому что информационная безопасность, информационная технология, это еще одна из моих специальностей, кто не знал, вот, и редко есть такое, чего бы я не нашла, но если что-то я не упомянула здесь, то либо просто оно того уже не стоило, просто стандартный коммуникатив, либо действительно оно либо недавно появилось, а может быть, я действительно бы не нашла, поэтому, если вы что-то встречаете, пишите мне всегда в комменты, а знаете ли вы вот такой учебник, что можете о нем сказать, ну, собственно, как я всегда отвечала в ВКонтакте, отвечаю на английском, просто сейчас забросила ВКонтакте, я не успеваю, так вот, а, сейчас вам переключусь, это все, что касается, где брать литературу, аудио сюда я не выкладывала, не надо мне писать, ой, где взять аудио к этому учебнику, это не для того, чтобы вы отсюда там, знаете, как это все скачивали, нет, это для ознакомления, это не, я не хочу сделать гид-курс копии ВКонтакта, ВКонтакте, в Телеграме, там что-то есть, что-то есть аудио выложено, уже в режиме урока, как курс, смотрите, где-то у меня пимпстер, например, висит, прям заархивирован, там с контакта можно выцепить, а где-то вы его нигде не найдете, кроме как у меня, или на каких-то торрентах есть, ну, это выкачивать, или уже забрали, и так нету, и вот все, где у меня написано пимпстер, пимпстер, это значит, что все уже собрано, вот, например, в нашем Deutsch, раз мы уже сегодня Deutsch рассматриваем, вот, пимпстер, German, все пять уровней, и даже Swiss German, швейцарский, немецкий там начальный, все, что было, вот тут оно все есть, открываете, и переслушивая, вот так вот, где-то в транспорте, учим немецкий на слух, повторяем, или учим, кто как, и этого пимпстера у меня, как вы понимаете, сейчас покажу, давайте, уже закрывая тему обзорную, в английском у меня пимпстер на слух, есть, да, в немецком, в испанском пять, в итальянском пять, через английский, хоть и даже через русский, там, где было русифицировано, французский, все пять уровней, португальский, вообще у меня почти везде все уровни есть, вот, бразильский португальский пимпстер, и 30 уроков контентальный португальский, да, румынский, китайского пимпстера у меня, кантонийский есть, и мандарин, кантонийский мало, потому что, в основном, это же мандаринчанизмы учим, да, Japanese – все пять уровней. Корейский – все существующие. По-моему, только последний, там еще должно быть 30. Вьетнамизм, вьетнамский, тайский, тагалок – это филиппины, кто не знает. Индонезийский – очень легкий язык, кстати. Хинди, арабский, хоть египетский вариант. Восточный вариант, Сирия, например. Современный, modern style – это вот тот классический арабский, который учат все, на котором Коран написан. Персидский, то есть фарси плюс дари в Афганистане – это как диалект, можно сказать, две персидских ветви, это как русский и украинский, очень похожие языки. Иврит, турецкий, финский, венгерский, норвежский, Dutch, flying Dutchman, помним, летучий голландский, это голландский, а вот Danish – это датский, не путать на английском, Dutch и Danish. Swedish – вот тут мне не хватает одного кусочка. Польский – все, что было, чех. Славянчина, славянский я пока не добавила, его в Pimpser нет, это я свое хотела добавить, но вы это не видите, все равно я закрыла его. Сербский – просто еще не подгрузила материалы. Creation – есть, 30 хотя бы Pimpser. Болгарский – еще не подгрузила книжку. Греческий – все существующие Pimpser уроки, плюс там много чего другого. По санскриту тоже есть учебник, там добавлю. И по латинскому, то, что я обещала вам добавить, латинский коммуникатив для немецких школ. Шикарная тема. Кто хочет увидеть латинский как немецкий, как английский, по картинкам, как коммуникатив, я туда его закину. Это лично мною спокойно, честно признаюсь. Ну, опять же, на самом деле, конечно, это девочка. Одна моя знакомая, которая жила в Австрии, там его купила на последние деньги, притащила за большие деньги сюда домой и мне потом скинула сканы. Вот, товарищ, и последний момент уже в нашем разборе по-немецкому. Покажу вам еще раз, с чего Тагиль состоит и как я делала эту таблицу для тех, кто не смотрел мой урок. Смотрите, вот это все было переработано, перекопано. Коммуникатив, далеко не у всех коммуникативах есть в конце таблица неправильных глаголов. Меншен вообще нету, миттельпункт нету, эмной нету, аспектен нету, все, что у меня физическая копия перебрала. Будет вам интересно, вы другие подкрывайте, проверьте тоже. Вот, смотрите, я взяла Бегегнген, все пересчитывала, все сверяла. Я взяла грамматика АБЦ, я взяла Клипунклар и Б1 и Ц1 уровня. Я взяла Понс, я взяла Ярцеву, я взяла Медзин, Ферштанд, вот эти, вот мы только их смотрели, сейчас я приближу, да. Ярцева, Гельберг, Туэль, Убинграмматик, вот это, Фю Оберштюфе, тех же авторов, которые, собственно, и вот это, Убинграмматик, Фю Гешхейтене, которые памятка основана. Я взяла вот это с интернета, где все гнездовые слова по уровням. Вот товарищ вот этот вот, который ближе всего к истине был, этот дедушка-профессор, да, старая книжка немецкая, Дуден, четвертая. И вот в Тагиле это все соединилось, потому что, когда я копнула, а я люблю копать, как вы видите, докапываться до истины. Вот, смотрите, я там объясняла вам, чего он состоит. Он взял Дуден, четвертый том, только что ему показала вам. Там, где по словах, там, где лексику, это Дуден, первый том, второй том, нам сейчас лексика неинтересна. Вот по грамматике Дуден, четвертый, у нас есть, видите, галочка стоит. Потом он пошел по словам, по словам, по словам. Вот Драяр Шмидт, это желтая, у нас она есть и отдельно. Потом артикли. Так, вот, Герхард Хельбих, этот профессор, этот, и Хоаким Буша, дочерь грамматик, 2002-го переиздания, но самая книжка старая. Вот у нас тоже она есть. Потом партикль, модель в Вёртверде. Так, интересно. Вот, Халь и Шайнах, «Убин грамматик, вы форт гешритены», моя памятка, с которой, собственно, и я брала эти самые глаголы тоже. Он у нас уже есть отдельной книжкой. Опять же, тут словарь, «Гроссвёртвербух», это на лексику. Вот весь «Дердатев из демгенитив Тод», ну, он брал там первую часть, у нас все шесть. И Анна Буша, Сильвея Сита, Сузанна Рейвен, наверное, Сузанна или Равен. «Це грамматик, Шуберт Ферлак, это наша грамматика це». Вот, у нас все есть, по сути, ну, кроме там, где именно слова, не так интересна лексика. А Дуден состоит из 12 таких вот частей, у меня такой сборник есть, именно по-немецкому, 12 частей немецкого. И у нас все эти книжки входят в Тагиль. Я еще и Тагиля переработала, вот вам показывала таблицу, таблицу на 200, мы и так ее будем называть. И теперь, пока, на данный момент, это окончательный вот такой «Ультимейт гайд ту зе галакси», да, окончательный гид по галактике, по галактике немецкого языка и их неправильных глаголов. Что-нибудь еще где-то найдет, всплывет, обязательно включим сюда. Все, ребята. Кому интересно, что я тут черкала, рассказывала вчера, заходите, смотрите лекцион «Зекс», один кусочек с него я попробую на YouTube залить, но там больше, как всегда, я теор-чай заливала на YouTube, да, но там уж прям реально дофига, там три часа получилось. И вот объясняла вам, как потом учить правильно их сначала по гнездовым методам, квадратно-гнездовым методам, да, потом уже с приставками, потом по уровням и все такое, чтобы избежать вот этого состояния, которое, хоть моя любимая моя картина, нравится мне крик, бунка, да, но обычно у людей вот такое состояние, когда они видят немецкий. Чтобы этого не было, да, учим правильно. Все, пока-пока, да.